доброе утро дорогие друзья сегодня у нас 13 каст завтрака с библии с вами вирс танкевич и вчера я на эту тему писал пост в социальных сетях вы наверно видели заходишь facebook и второй бежим все французы там всех триколор есть правда те которые все израильские флаги но в основном триколор французский и все скорбят когда задал вопрос а почему же собственно говоря те кто так сильно скорбит по французским стоп 33 погибшим это конечно страшная трагедия и найти виноватых плотных человек искать виноватых эвакуировали с футбольного матча кедя трагедия это страшно действительно погибли люди совершенно невинные те кого нужно было те кто виновен уже эвакуировались со стадиона во время футбольного матча они додумаю понесут свою ответственность но сейчас не об этом дело в том что ответа вот это вот сострадательность она какая-то селективная получилось да все повесили себе там французские флаги повесили себе какие-то там слезы и так далее да трагедия страшно действительно но почему-то никто не вешает уже пять лет подряд себе на аватарку сирийский флаг например где каждый день тот же самый игил уничтожает тысячами людей никто не повесил себе на на аватар флаг кении и когда больше ста семидесяти студентов были убиты потому что не смогли процитировать коран никто не повесил себе а флаги куевейта никто не действовался флаги kurd'Stania никто не повесил себе флаги сирии как я уже говорил оливана никто не бросил себе флаги израиля превралась и флаги россии когда разбился боем над синаем не привезлиese и флаги туниса флаги египта ливии никто не повесил но Ну вот французский флаг, конечно, повесили. И вот когда спрашиваю людей, почему, собственно говоря, вы так поступаете, они говорят, нет, ну сирийский флаг мы никогда не повесим, Сирия это враг, тем более там такой диктатор кровавый сидит там и так далее. Спрашиваю, российский, почему повесили? Россия вообще там, они тем более Сирии, там сирийский флаг мы не будем вешать, российский тем более, там почему не ливийский, скажем, или не египетский, то же самое. И спрашиваю, почему это французский-то? Почему не повесили, например, израильский флаг, когда в Израиле за октябрь было совершено почти 600 терактов? И вчера, например, вот прямо в субботу вечером были убиты террористами арабскими, здесь двое евреев, Равин и 40-летний, его 18-летний сын. Почему никто не повесил себе израильский флаг в знак траура? Ну нет, это же не центр Парижа, понимаете, это не 153 ни в чем не повинных человек, это всего два еврея, которые неизвестно там, где были, все на карте, там места даже не найдешь. В общем, короче говоря, такое селективное сострадание. И народ, вместо того, чтобы выйти на улицу с транспарантами и требовать от своего правительства внедрения законов о вынесении исламизации вне закона, они в это время все продолжают там говорить, что нет, конечно, мусульмане не виноваты, мусульмане нехорошие. Да, мусульмане нехорошие, мусульмане всего-навсего люди. Это люди, которые поверили вот в эту религию, которая называется ислам. И те, кто считают себя мусульманами и не защищают ИГИЛ, они вот все, кто угодно, только не мусульмане. Потому что если вы читаете Коран, внимательно читаете Коран, вы будете видеть там ИГИЛ через каждые две строчки. ИГИЛ, ИГИЛ, ИГИЛ. Ну, не слова ИГИЛ, конечно, но то, что они делают. И сегодня я считаю, что дьявол сделал, как я уже говорил, самое лучшее, что он мог сделать на этом свете. Он принес сюда ИГИЛ, чтобы люди действительно увидели реальное лицо ислама. На меня, конечно, обидятся мусульмане, которые, мусульмане в кавычках, которые живут в России, мусульмане, которые здесь живут, в Израиле с нами, которые мои друзья, да, они обидятся. Но те, которые мои друзья, они знают мою точку зрения. Я их мусульманами не называю, потому что... Ну, они все кто угодно, только не мусульмане. Потому что если человек не исповедует Коран, вернее, говорит, что он исповедует Коран, но при этом, например, там не убивает неверных, там не одевает свою жену в паранджу, не там выходит на джихад, там не ходит в хадж. Это уже не мусульмане. Все кто угодно, только не мусульмане. Поэтому наша проблема не мусульмане. Мусульмане такие же люди, как и мы. Они просто поверили в ислам. Люди, которые поверили в Слово Иисуса, если поверили в Слово Мухаммеда, это два противоположных слова. Одно другое отрицающее. Поэтому мы не можем говорить о мусульмане плохие. Вот смотрите, что сделали во Франции сразу после этих терактов. Они пошли и подожгли лагерь мусульманских беженцев. Зачем? Что они хотят в ответ получить на этот поджог? Мусульмане пойдут и подожгут их дома. Потому что им так рассказали, у них такая религия. Но это такие же люди, как и мы. Мы сделаны из плоти и крови, все одинаковые. Все созданы по образу и подобию. Просто разные люди поверили в разное писание в определенное время. Кто-то по доброй воле, кто-то насильно. Но поверили в разные слова. И проявляют свою веру вот таким вот образом. Если мы хотим проявлять действительно веру в Бога, веру в Бога единого, Творца неба и земли, то мы должны понимать, что в его планы вот такое поведение не входит. И мы не можем отвечать злом за зло. Мы не можем мстить кому-то, потому что Бог пишет, что мне отмщение. То есть Бог сам со всеми разберется. Не наше это дело судить. И мы просто, если хотим жить в мире, вот мне пишут в комментариях, «Как ты можешь отождествлять слово «ислам» со словом «терроризм»?» Упаси Бог, я не отождествляю слово «ислам» со словом «терроризм». Я просто говорю, что терроризм – это часть ислама. Это одна из частей их проявления вот этого радикализма. И проблема, еще раз говорю, проблема мира – это не мусульмане. Проблема мира – это ислам, как религия, как течение. И его нужно поставить вне закона в странах, где большинство населения не мусульмане. Есть достаточно исламских стран, которые пускай там живут. Нет, они почему-то едут в страны, где не исповедуют ислам, и там пытаются насадить свою религию. Опять же, кто едет? Не сам же Коран едет и всем там по башке дает, типа одевать и поражать. Нет, люди едут. Поэтому мы, если хотим действительно победить зло, то мы не должны отвечать злом на зло. Люди, которые верят в ислам, они искренне заблуждаются, по-моему. И я думаю, что наша задача – нести им слово Божье. Вот ИГИЛ, я еще раз говорю, это самое лучшее, что Сатарна мог придумать на этой планете, потому что благодаря тому, что такое ИГИЛ, люди узнали, благодаря тому, что они видят, что делает ИГИЛ, люди узнали истинное лицо ислама, и сегодня не хотят быть частью этой религии. Сотни тысяч мусульман в Северной Африке принимают Иисуса и уходят из ислама, потому что они не хотят осознащить себя с такой религией жестокости. Они слушают имамов, которые им говорят, что… Вот даже ставьте имамов. В России существует такое понимание, что ислам – это религия миротворческая. Это неправда. Ислам – религия не миротворческая. Ислам – это религия зла. То, что проповедуют и называют это исламом в России, это совсем не… Все, что хотите, только не ислам. Это все, что хотите, только не ислам. Потому что вот друзы, например, здесь, их все считают мусульманами, но они не мусульмане. Да, у них есть праздники, похожие на исламские. У них есть какие-то обычаи, похожие на исламские. Но они не мусульмане. Вот все, кто хотите, только не мусульмане. Потому что правоверные мусульмане – это ИГИЛ. А совсем не те, кто говорят, что они мусульмане. Вы можете совершать намаз, вы можете читать там суры из Коран, все, что угодно. Если вы не делаете то, что там написано, вы не мусульманин. А ИГИЛ делает то, что написано в Коране. Поэтому, если мы хотим нести добро в этот мир, то нам нужно... Написано в послании к Ефесинам, в Библии написано, что наша война не против плоти и крови. Мы не воюем против людей. Бессмысленно идти и убивать мусульман, потому что они в это верят. Это всего-навсего их убеждение. Из-за убеждений начинались все войны, из-за убеждений начинались все трагедии. И в данном случае тоже все происходит из-за убеждений. Не надо воевать с мусульманами. Нужно воевать с силами зла. Нужно воевать с исламом, как с корнем. То есть мы не можем воевать с исламом, с мечом в руках или с автоматом, или еще с чем-то. Нет, мы должны нести свет. Мы должны показать, в чем разница между вот этим ИГИЛом, которые являются истинным исламом, и любой другой религии добра, в любой другой. Даже если вы прожженный атеист, вы тоже во что-то верите. Вы верите в то, что Бога нет. И несите уже, если вы верите, что в Бога нет, несите хотя бы, поклонитесь добру, что ли, я не знаю, там, несите добро в мир. Нельзя мстить людям только потому, что у них такие убеждения. Нужно бороться с корнем, нужно решать проблему. Это все равно, что когда у человека, ну, такое радикальное, давайте сравнение, если у человека рак, и у него что, болит, мы даем ему просто обезболивающее. Но саму раковую опухоль мы не лечим. В конце, когда человек умрет от рака, а не от боли. То же самое здесь. Бороться нужно с корнем проблем, а не с убеждениями людей. Людей нужно наставлять на путь истинной. Но для этого мы сами должны стоять на путь истинной. Не можем ходить и поджигать лагеря беженцев. Как у нас здесь в Израиле, некоторые пишут смерть арабам. Почему смерть арабам? Арабы есть христиане, арабы есть друзы, арабы есть бедуины. Арабы есть террористы. И арабы есть радикальные мусульмане. Так мы же не с арабами боремся. Мы боремся с проблемой. А если мы будем бороться с арабами или с, я не знаю, с сирийцами, с египтянами, с кем угодно, мы никогда не избавимся от проблемы. Поэтому нам необходимо жить по слову, как Бог нам заповедовал жить. Вот так мы должны жить. Мы не можем мстить людям. Мы не можем мстить людям. В нас же написано, наша война, она не против плоти и крови, а против сил зла. Давайте бороться против сил зла. И просто в связи с этим я искал много мест Писания, которые касаются этого дела. Но я вот нашел самое такое, по мне, меня коснувшееся место Писания. В первом послании Петра, третья глава с восьмого стиха. Наконец, братья, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к этому призваны, чтобы наследовать благовествование. Ибо кто любит жизнь, хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и устай свой от лукавых речей. И уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что Господь очи свои обратил праведным и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если будете ревниуми к добру. То есть смысл этого, по крайней мере по мне, если теологический смысл всего этого, мы не можем подставить тебе правую щеку, подставлять, вы ударили по правой щеке, подставляли левую и так далее. Нет. Какой мерой вы мерите, там написано, такое и вам отмерено будет. Но, еще раз повторяю, если мы возьмем послание к ефесянам, я просто его зачитаю уже, если мы на эту тему начали говорить, то я его все-таки зачитаю. Это послание к ефесянам. Сейчас, секунду. По-моему, это шестая глава. Да. Послание к ефесянам, шестая глава, десятый стих. Наконец, братья мои, укрепитесь Господом в могуществе силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было устать против козни дьявольских. Ибо брань наша не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. И, еще раз говорю, мы должны воевать не с людьми, а с проблемой. Вот мне пишут комментарии здесь, ислам не более злая религия, чем любая другая, христианство и иудаизм в той же мере силы зла. Вера и религия – вещи взаимосвязаны. Вера и религия – да, вещи не взаимосвязаны. Веришь – верь, но без измов. Совершенно верно. И я знаю, что религия, которая называется ислам, она была рождена позже всех, и она была религией, которая извратила смысл писания, что иудейского, что христианского. И, в общем, призывает, не в Коране ли написано, что когда будут прятаться люди писания, как называют евреев в Коран, не будут ли прятаться они за камнями, за деревьями, и каждое дерево и каждый камень будет кричать «О правоверный воин ислама, приди ко мне и убей иудея, прячущегося за мной». То есть давайте будем называть вещи своими именами. Я знаю, что кому-то что-то не нравится, но я об этом уже говорил. Все, что вас раздражает, оно вами управляет. Если вы считаете себя мусульманином, но вы не режете головы неверным людям, вы не мусульманин, все кто угодно, только не мусульмане. Не путайте вещи, которые вам нравятся, слушайте. Есть люди, которые берут Библию и из Библии выдирают только то, что им нравится, и вот это соблюдают. И вот поэтому живут. А что им не нравится, что их обличают? Нет, это мне не нравится, это плохая Библия, это неправильный Бог. Так разделился Новый Завет с Ветхим Заветом и христианство, которое мы знаем сейчас. Да, если вы мне сейчас ткнете носом в инквизицию, согласен с вами, инквизиция – это одна из мрачных страниц церкви. Но я вам еще раз говорю, христианство, я не христианин, совершенно верно, я не христианин, я мессианский еврей. Я человек, который следует за Иисусом Христом. У меня нет никакого отношения к христианству. То христианство, в котором вы видите сегодня вот это вот православие, католицизм и так далее, я не христианин, совершенно верно. Но я верю в Иисуса Христа, я верю в то, что здесь написано вот в этой книге. Это книга, которая была написана Богом и написана по Слову Божьему. Я исследую этой книги, я читаю только то, что здесь написано. Я читал Коран, я очень хорошо знаком с Кораном, я жил в мусульманской стране очень много. Вы мне можете не верить, это ваше дело. Это ваше убеждение. Из-за убеждений мы ссориться не будем, мы не будем начинать новую войну. Поэтому я желаю вам, чтобы вы задумались над тем, против кого вы воюете, против корня зла или против людей. Если вы считаете кого-то врагами, только поэтому не вешаете флаг их страны, несмотря на то, что там убивают гораздо больше, чем в Париже. Если вы считаете, что Путин это плохо, и поэтому когда разбилось, 254 русских погибло, и вы не вешаете флаг ради скорби о них. Но вешаете за то флаг Франции, потому что Франция вам ничего не сделала, вроде нормальная страна, красивая, Париж, там все такое. То не лицемерны ли вы? Подумайте на эту тему. Сегодня у нас такой длинный завтрак с Библией получился. Ну ничего. Думаю, что все поняли, что я хотел сказать. Да, я радикален в своих взглядах, но нигде не написано в Библии, что я должен быть толерантен. Везде в Библии написано, что я должен быть радикален. А радикализм – это не убийство, радикализм – это следование своим корням. То есть слово «радикальное» происходит в слово «корень». Я должен быть близок к своим корням, а мои корни – вот в этой книге. Поэтому будьте благословенны. Если кого-то обидел, ну извините, я не 100 долларов, что всем нравится. Я говорю то, что вижу, я говорю свое мнение. Оно может быть верным, может быть неверным, может быть правильным, может быть неправильным. С ним можно соглашаться, с ним можно не соглашаться. Но это, так сказать, моя передача и мои убеждения Никого не хотел подводить под общие знамена Терешу раз повторяю, против людей у меня нет ничего У меня есть против сил зла Я считаю, что ислам, как религия, Коран, как книга, творящая религию, это силы зла Поэтому всем спасибо и до завтрашнего завтрака с Библией Авиэль Станкевич с вами, 9.30 утра, каждое утро завтракаем с Библией Спасибо, пока